Всем привет! Я Александр Дормидонтов, и это музыка на все времена, которая живет специально для вас. Герой сегодняшнего выпуска фронтман группы «Состав человека» Илья Райков. Артист популярный, известный, это когда его одинаково хорошо знают и бабушка, и внук. По-разному важны разные вещи. Ты написал охуенную песню. Это какие-то выходки, которые позорят высокое предназначение творчества. У тебя есть собственная какая-то струя, которую ты льешь. Все, ништяк. Не надо перезаписывать. Илья, привет! Привет! Слушай, мы когда с тобой до начала съемок еще разговаривали, ты сказал, что группа «Состав человека» не очень популярная, или может быть даже вообще не популярная, то есть ее знают только свои, как говорят, друзья и друзья друзей. А вот эта популярность, она чем измеряется? Мне кажется, что артист популярный, известный, это когда его одинаково хорошо знают и бабушка, и внук. То есть не обязательно большое количество людей слышали об этом артисте. Как ты измеряешь эту категорию популярности? Ну, контингент людей. То есть как они признают это все, понимаешь? То есть им по-разному важны разные вещи, допустим. Кто-то, допустим, слушает группу, потому что они хотят приезжать, допустим, в какую-то поэзию, которую я лично вкладываю в свои тексты. Я хочу, чтобы это не было, типа, вот, нарочито прямо. Мне интересно писать стихотворения, например. Они не каждому понятны, например, да, или еще что-нибудь. И еще есть очень важный момент, который меня волнует гораздо больше. То есть это тусовка. Я из своей группы, так скажем, единственный человек, который, там, где-то что-то тусуется, с кем-то обитает, да. Все, у нас есть какие-то, там, криутов, да, грубо говоря. Мои пацаны, они, типа, ну, они никому буквально неизвестны. Знаю, типа, что вот это музыканты, там, типа, вот, типа. Ну, выборочные, да, то есть некоторые знают, что это, вот, допустим, Женя, там. Ну, которые совсем свои. Не, ну, не про всех я сейчас могу так сказать. Вот сейчас барабанщик у нас, он, типа, тоже тусовочный чувак. Да, вот раньше такого не было. И из-за этого группа очень страдала, потому что не было, вот, ну, типа такого, что, типа, пойдем поддержим своих ребят. По факту, потому что там был только один я, типа, из тех, кого можно было там поддерживать. Вот и все. Из-за этого я, кстати, очень сильно переживал. Вот, но сейчас я смотрю, что появляются люди, да, они обращают внимание. Чаще всего это молодежь, там, особенно из моего города родного Красноярска. Ну, это больше радовать начинает уже. Все, появляется какой-то стимул, что ты не зря вообще этим занимаешься всегда. Ну, конечно, не зря. Слушай, получается, из Санкт-Петербурга приехали сегодня на фестиваль в Москве. Вы единственная не московская группа, да, которую, то есть вас позвали. И, то есть это действительно, в каком-то смысле успех, на самом деле, получается. Ну, как, ну, дело, кстати, вопрос еще в чем этот. Мои музыканты очень сильно возмущались, что Руслан Пурген назвал в каком-то интервью, типа, что, да, они же, типа, красноярцы. Типа из-за того, что я, типа, из красноярца, красноярец, типа, что мы, типа, из Сибири. Они такие, ты как, нас, Карельцев, а они у меня два Карельца и один Питерец. То есть мы тоже вообще все понаехавшие, кроме басистов, грубо говоря. Ну, как, ну, да это все одна тусовка, и неважно, какой город. Но расширение аудитории, да, то есть это какое-то признание определенное? Конечно, конечно, нет. Я знаю, что есть люди здесь, да, допустим, которые, типа, ждали, да. Я знаю, что люди из других городов приезжали. Чтобы послушать. Это приятно не в силу того, чтобы потешить свое эго, например, а в силу того, что ты знаешь, что ты не зря делаешь то, что ты делаешь. Ой, такие не самые известные, интересные ребята, чтобы с нами эфиры делать. Ты вот вспомнил Руслана Гвоздева, да, из группы Пурген. Насколько я знаю, были такие моменты, когда группу «Состав человека» называли новым Пургеном, да. И тебе это не нравится. Мне кажется, что это классно в том плане, что публика настолько увлечена вашим творчеством, что она не просто слушает, да, им нравится или не нравится. Они начинают как-то анализировать, сравнивать. Вот как ты к этому всему делу относишься? Ну, если развернуто говорить, более-менее развернуто, то есть не то, чтобы совсем, то мне вот не нравится этот весь, вот именно ярлык, что вот новый Пурген. Конечно, это очень почетно звучит, если подумаю. Скажем так, очень почетно. Просто не хотелось бы быть вторым кем-то всегда. Всегда хочется создать определенное количество новаторства, понимаешь? Типа, ну, то есть, может быть, для того же даже, чтобы кто-то сказал, что, типа, кто-то там второй состав человека. Не для этого, конечно, но, типа, чтобы были люди, которые понимали, что у тебя есть собственная какая-то струя, типа, которую ты льешь. Ну, вот интересно, я такое слышал выражение, что первых много, а я лучше буду вторым. То есть все вот рвутся куда-то, хотят быть флагманами какого-то направления. Так нет, хочется создать всегда все-таки что-то свое. На определенный момент я понимаю, что идет уже раскос. Да, может быть, раньше, конечно, и было что-то общее, потому что я никогда это не отрицал, а не буду отрицать, что Пурген и конкретно Руслан меня сильно вдохновили на то, чем я сейчас занимаюсь еще далеко в детстве. Но все-таки приходит время, когда ты хочешь делать что-то свое. Не хочешь, чтобы у тебя на альбоме, например, песня была одна на одну похожа, да? В принципе, тоже по аналогии с Пургеном, но типа как-то в другом русле немножко, то есть по-своему это видишь. То есть, ну и так далее и тому подобное. Ну, то есть не стремление быть похожим. В этом проблема большая панк-рока. В принципе, вообще во всем мире, что он, к сожалению, очень шаблонный. И шаблонный не только в музыке, а вообще в этих подходах, да? То есть как будто бы обязательно отрицание. Давайте, пацаны, напишем песню про ментов, песню про жизнь, песню про систему обязательно упомянем. Ну, типа песню про то, песню про это, потому что это есть у всех. Вот мы сейчас, допустим, делаем третий альбом новый, ну, типа сочиняем. Я вообще очень сильно боюсь, как его воспримут. Один, два, три, четыре, пять. Группа состав человека, ягодка опять. Вот сейчас у нас альбом мы хотим делать. Мы сейчас уже начали его буквально. То есть осталось половину альбома сделать и все. Оно больше заверчено на том, что я, допустим, сам ощущаю от этого мира, да? Как я вижу его, глядя в окно, например. То есть я волновался, как люди это воспримут. Ну, типа, где песни там про систему, чувак? Да, да, да. Так я потом подумал, а может, типа, я зря вообще волнуюсь. Типа, поэтов же не слушали за то, что они пишут такие вот стихотворения про то, что... Ну, некоторые ждали по сто лет, чтобы стать известными. Про то, что... Нет, ну, только вот эти вот поэты, да, великие, они же не писали про то, про что хотят люди, они писали про то, что они чувствуют. Люди это понимали и узнавали что-то... Как бы... Ну, в себе что-то, типа. Ну, себя узнавали в этих стихотворениях. Это такие темы, о которых не принято говорить и начинать разговор. То есть разговор можно поддержать, да, вот прочитав какой-то стих, услышав песню, и ты понимаешь, что тебя это волновало, но ты к этому не мог прийти. Ну, если ты этим проникся, значит, ты это понял. Типа, как... Хотя бы... Хотя бы как-то, вот. А если ты будешь писать по шлаблону, как написано у других групп, другие песни в плане мелодии, да, так же, как и стихотворения... Я называю текста стихотворениями, допустим. Я не привык называть это просто текстами. Я считаю, что это стихотворение. А не прежде всего стихотворение, а уже потом текста. Ну да, потому что текст песни – это другая структура. Вообще, на самом деле, тексты и стихотворения – вещи разные. Потому что тексты как бы под музыку зачастую делаешь, а стихотворение ты пишешь. Но потом можешь его на музыку наложить. Вот у меня чаще всего второе. Хотя бывало и первое несколько раз. Но там грешить не будем. Слушай, насколько я знаю, ты по образованию повар. Я не по образованию повар. Да, ты работал поваром. Я работал поваром. Я открыл себе это просто. Ну, как бы, рано или поздно открывается то, чем ты хотел заниматься. То есть, вернее, реализуется то, чем ты хотел заниматься. Я всегда любил, типа, готовить хорошо. А насколько глубоко ты перевозишься? Это пока не очень глубоко. Это пока не очень глубоко. Проблема в том, что рано или поздно окончается все. И в силу твоего раздолбайства, и в силу еще многих каких-то причин, ты лишь бы чем-то заниматься, начинаешь заниматься чем-то другим. И ждешь возможности вернуться снова к этому. Вот я сейчас на этом этапе нахожусь. Я сейчас хочу снова вернуться в это все. Потому что это было мне интересно. Всегда и, наверное, будет. Вот кроме музыки, вот, наверное, только это. Если брать общественно влияющие какие-то дела. Так скажем. Слушай, ну, кулинария и музыка, это все-таки тоже какие-то культуры, да? И это все пересекается. Это круто, это и то, и другое, это искусство, я считаю. Ты когда-нибудь замечал вот такие вот вещи, что, ну, там, я не знаю, пересечение музыки с кулинарией, с какими-то напитками, что, например, слушая джаз, всегда пьют виски и едят строго там, я не знаю, баранину. То есть вот такие вот комбинации, понимаешь, которые человека полностью накрывают и погружают в какую-то... Ни на сколько я замечал другие аналогии, типа, но они параллельные. Они не пересекаются. А какие примеры? Они не пересекаются. Например, настолько же, насколько ты написал охуенную песню, настолько же, насколько ты создал охуенный рецепт какой-нибудь. Или приготовил настолько охеренно, что ты потом сам попробовал и такой, бля... И как-то переслушал, допустим, песню, которую ты сочинял. То же самое, считаю. И там, и в том, и в другом случае ты созидаешь. Ты не работаешь, условно говоря, грузчиком, да, там, условно, дикси, да? Когда просто принял товар, выложил, блядь. Нет такого. Ты что-то создаешь для этого общества, которое, к сожалению, настолько неблагодарное. Вот. Но ты что-то делаешь, ты созидаешь что-то в этот мир. Ну, общество в первую очередь, наверное, хочет кисломатериальных ценностей, а уже потом стихи, песни и другое. Ну, это уже более глобальные дела, конечно. Сейчас об этом уже можно и час, и два разговаривать. Слушай, есть такой шаблон, что вот Санкт-Петербург – это культурная столица, и состав человека все-таки – это группа питерская, да? Ну, если говорить именно про группу, да? Ну, если говорить про группу, то... Да, не конкретно вот тебя или вот участников, а как группа. И Санкт-Петербург называют культурной столицей. А что такое вообще культура в твоем понимании? Потому что наверняка вот 9 из 10 человек, которым покажут творчество группы, состав человека, скажут, что это, ну, не творчество, да? Это какие-то выходки, которые позорят высокое предназначение творчества. В то же время есть какие-то, знаешь, вот такие, типа, картина там «Апофеоз войны», я не знаю, «С черепами». Что ты можешь назвать творчеством таким, которое принимаешь и ты, и примет общество без конфликта? Мы говорим про творчество в целом? Да, неважно, в каком оно воплощении. Это, может быть, картины, стихи, проза, песни. Ну, есть такие, как бы, штуки, что для каждого, в принципе, творчество-то это разное значит. Почему? Потому что, ну, когда заёкало, вот то, что ты услышал, да, то, что ты увидел, то в чем ты видишь идею, да? Вот картина, да, вот все смеются над людьми на эти, типа, которые стоят такие, как глубоко, да? Ты видишь это, ты видишь, типа? А ведь там в натуре какая-то идея есть, он же не просто так там рисовал черный квадрат, например, да? Или еще что-то. Об этом стоит подумать, типа, просто. Все. Вот когда ты понимаешь, что стоит это разгадать, вот как ребус, значит, что это мысль. Творчество – это мысль, на мой взгляд. И мысль глубокая. Что-нибудь из твоей жизни, о чем ты жалеешь в творческом плане, не то, что ты там не пошел в музыкальную школу, например, да, а что ты с группой состав человек уже написал и записал песню, а сейчас ты ее слушаешь спустя, например, пять лет, да, и понимаешь, что что-то в ней не доделано, вот что-то, какие-то слова не совсем точные, вот какие-то есть у тебя такие сожаления? Слова и музыка, наверное, нет, потому что, ну, я не хвастаюсь, но меня всегда, в принципе, все устраивало, но в вопросах сведений, как это, в моем плане, как это было спето, например, некоторые моменты вот меня волнуют, типа, что вот я записал, мне внушили, что это очень круто звучит. Я такой, ну, наверное, это мнение большинства. Наверное, я заморачиваюсь, потому что мне казалось, что в какой-то момент я что-то приблизился к какому-то перфекционизму, что ли, ну, или как-то в этом плане. Мне хотелось чего-то более крутого. А мне говорили, нет, чувак, все, все, ништяк, не надо перезаписывать. Наверное, типа, вот то, что было записано мною в вокальном плане. Я не буду там предъявлять там звукачу, как это было сведено там или еще что-нибудь. Это все-таки другое, наверное, не то, о чем, по крайней мере, мне стоит жалеть. Вот, а так, до песни, ну, да не песен-то таких не было, наверное, я во всех песнях уверен. Да, все. Ты знаешь, как назывались первые альбомы группы Led Zeppelin? Нет. Ну, они назывались Led Zeppelin. Один, два, три, они особо не заморачивались, то есть они не привязывали название пластинки, название своего релиза к содержанию. Я сейчас предлагаю разыграть. Вот у тебя же есть какой-то, что-то я это еще не видел, да, какой-то мерч или какая-то штучка, да, среди подписчиков, который предложит в комментах к этому видео название для нового альбома группы состав человека. И, может быть, этот подход тебе будет интересен, когда название альбома живет отдельно от его содержания. Как тебе? Мы можем вот такое задание придумать для того, что мы еще не видели? Да клево, тем более, что я так и планировал вообще сделать. Да? Что я не планировал, я хотел создать. Я же, как уже говорил, то я отношусь к музыкальному альбому как к книге с главами, то есть, ну, у которой есть определенное название. Допустим, книга, там, скажем, то, там, не знаю, там, «Глаз чувака». А в этом даже не упоминается «Глаз чувака», например. То есть вот такая вот фигня. Нет, я к этому вообще хорошо отношусь. Хорошо, давай. Мы можем показать это? Это последний сохранившийся экземпляр. Вот такой на спине и нашивке состав человека с первого альбома «Городу нужен антигерой». Это какое-то лимитированное, да, было у вас? Да, это было очень лимитировано. И осталось вот последнее. Отлично. Слушай, ну это классная штука. И, ну, наверное, такие мы пока выпускать не будем. Вот именно такие конкретно. Мы, может быть, по-другому будем делать, но такие конкретно не будем. Отлично. Спасибо. Если кто будет не из Москвы, обязательно перешлем в Куала-Лумпур или тот регион, откуда вы нам напишете. Слушай, ну, мне кажется, мы с тобой более-менее познакомились. И теперь настало время для, наверное, самого сложного или, может быть, интересного вопроса. Это твой вопрос мне. О музыке, о том, что тебя волнует. А, вопрос. Почему Сергей Безруков? Слушай, ну он поет. Почему он был тут? Ну, не тут, а почему ты, так сказать, с ним попал в один цикл интервью? Безруков и Джигурда. Они и тот, и другой поют. Просто они известны, к сожалению, или к счастью, другими. Да, но у Безрукова есть своя группа. Она называется «Крестный папа». Он дает концерты. Я вообще об этом не знал. Но это единственный вопрос, пожалуй, который меня волновал. Но он меня почему-то волновал. Но это как-то странно получалось. Не знаю, как к таким людям относиться. Говорят, что у артистов нет своей души. Они всегда играют. И вот у Безрукова, он играет в театре, играет в кино. Написан сценарий. И в группе «Крестный папа», где, собственно, он фронтан, все тексты написал не он. То есть он именно артист-исполнитель. Или, может быть, это позволяет мне и тем, кто смотрит это интервью, альтернативный взгляд какой-то. То есть он не может раскрыться так, как это делаешь ты. Человек, который отдает часть себя в текст. Ну, не все же могут быть там, каждый на все гораздо. Это понятно. Это, возможно, для него просто побочное, что-то хобби. Это можно понять. Но я об этом не знал, что там какая-то группа у него есть. Ну, вот, и еще классно. И Джигур, да, да, поет тоже. Даже хорошо. Я знаю, что он поет, но я не знал, что группа какая-то есть. Я знал, что там он березки, не березки. Нет, но я к нему хорошо отношусь. В принципе, как и к Джигурде. И даже, типа, ну, прикольно. Нормально. Прикольный чувачок, да. Илья, у нас есть такая книга огромная, которую мы пишем вместе с гостями интервью. Что-нибудь умное, не обязательно умное. Можешь написать стих, как Леха Никонов на первой странице группы «Последние танки в Париже». Да. Что-то о музыке, про музыку. Или, может быть, даже не про музыку, а про то, что тебя волнует. Ведь именно твои волнения и эмоции после становятся песнями группы «Состав человека». Можно пожелание. Можно пожелание, конечно. Быть может. Да, будет такое. Будет такое. Так, я вот здесь напишу. Да. Слушай, а ты вот, когда пишешь тексты песен, ты предпочитаешь какие-то черновики на диктофон, ты наговариваешь или в смартфон, или на листик. Вот как это? Бывает такое, что они начинают сами, а я потом уже куда-нибудь, что мне ближе. Раньше это была тетрадь принципиально. Я записывал в тетрадь принципиально, хотя я мог делать это на блокнот в телефоне. Сейчас у меня уже такой тетради, как нет, я уже немножко подзабил на это. Я уже начинаю записывать заметки. Интересные какие-то мысли, может быть, записываю свои, еще что-нибудь. Вот это наш элемент с пожеланием в нашей книге, энциклопедии. Он часто как-то людей застает врасплох, потому что сейчас не принято даже писать. То есть если человек хочет что-то, он печатает или что-то аудиосообщение вообще отсылает. Нет, единственное, что у меня почерк, он с первого класса очень плохой. Но тут, наверное, разберете. Это сразу с нотами, да? Нет, это без нот. О, спасибо. Не стану желать тебе или группе состав человека чего-то, потому что от моих пожеланий, собственно, ничего не изменится. Но будет классно, если вы станете чаще появляться в разных городах с концертами, и у вас будет больше информации, чтобы действительно у любого слушателя был выбор. Да, сейчас и имеет вероятность такая тенденция, что это все продолжится в ближайшее время совсем. Раньше были проблемы у нас в определенного рода составе. Кто-то вредничал, кто-то не мог. Сейчас мы обсуждаем эти дела уже гораздо более сплоченней. Какое-то более-менее умиротворение в составе на этот счет появилось. И, скорее всего, да, я думаю, мы даже очень скоро вернемся в Москву. Я бы хотел. Мне очень нравится менять обстановку. Я когда выехал сейчас за пределы Питера, мне так легко стало. Он мне так наскучил за последнее время уже, что он гнетет. Бывает такое. Он отличный город, но когда находишься постоянно в одном и том же месте, в одном и той же атмосфере, начинает гнетение, грубо говоря. Это есть такой анекдот. Мужик умер и попал в рай. И там у него классическая музыка, все в белом ходят, никто не страдает, ничего. Он подходит к своему куратору, Ангелу, и говорит, можно мне в ад на неделю? Я просто обстановку сменить. Попадает в ад, у него там телки, бухло, рок-н-ролл, это всякий панк-хардкор. И через неделю уже, неделя так быстро пронеслась, ему там так понравилось. К нему подходит, говорит, тебе пора обратно. Он говорит, а можно тут навсегда остаться? Он говорит, ты точно уверен? Ну да, да, точно. Видите, как тут классно, мотоциклы, все это, бухло. Он говорит, ну смотри. И тут же ему хлыстом по спине навле. Он говорит, что за дело? Ну понимаешь, ПМЖ это не командировка. Ну да. То есть, как бы, такие дела. Я к тому, что мысли нужно свои немножко разгружать. А они разгружаются в разных листах. Я думаю, что у всех людей было так, что ты даже в разных районах города по-разному себя чувствуешь. Тебе как будто жить там по-разному, дышать воздухом как будто по-разному. А уж все говорить о городах и тем более о регионах. То есть, я сам из Сибири, я вот, допустим, однажды приехал на Новый год там. Я просто приехал в другой мир. Честно говоря, я бы повторил даже вот это вот. И побольше бы покатался бы по стране. Конечно. Илья, спасибо за время, которое ты нам подарил. Время, по сути, твоей жизни. Это ведь очень важно. Да, мне было интересно, ребят. И до встречи в эфире и на концертах со 100 человеком. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова